Девушки отдыхают Нуф-нуф и наф-наф Добрый день, дамы и господа! Был в компании Пульсар Гуру Подогнали кракозябру, я вам говорил И футболку подарили Вот от жадности попросил вторую для своего пацана Ну что за люди дали Беречь ее буду Одевать только по светским и церковным праздникам А вот и обещанная кракозябра Какие предположения будут, господа? Для тех, кто торопится Экшен и кровища начнутся с... Хм-хм-хм-хм�-хмм-хмхх belki Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот очень важный момент. Вот это, при всем комизме ситуации, это решение одной проблемы. Это решение и ваша внутренняя борьба. Это компромисс, когда хочется стрелять, но нет желания убивать. Поверьте, такая дилемма стоит у многих людей, мы с вами общаемся. Даже самые зеленые из граждан оценят и, мне кажется, захотят попробовать. Этакий лютый вегетарианец. Где еще я вижу применение вот этой игрушки? Как бы это фантастически не звучало, вы меня услышите. На охоте в вольерах. Если аквариум, то пусть будет на 100%. Хотя отдать надо должное, что охота с такой игрушкой в разы сложнее, чем охота с огнестрелом. Олень в вольере стоит 50 тысяч рублей. Это дорого и неподъемно. Мы берем вот такой комплекс. Два часа, три тысячи рублей. И люди потянутся. Вешаем под ствол камеру, на голову GoPro, иди добывай. Три тысячи рублей за фильм про охоту, за ощущения, за эмоции. Мне кажется, это нормально. Можно обрушить рынок. Так что, владельцы вольеров, ловите ноу-хау, жду благодарности. Только вот спасибо из ваших уст. Для меня это как для собаки здрасте. Как мне не печально констатировать тот факт, но это реалии нашей жизни, лицензия охота на копыта – это дорого, это ограничено, и возможности есть не у всех. Возможно, вот это какой-то извращенный, ну, конечно, не заменяющий полностью, но утешительный приз для ребят, которые хотят это попробовать. Может быть, это новый виток в страйкболе, индивидуальный страйкбол, но не всем же табунами по алабину бегать. Называйте, как хотите. Стимулятор, мотиватор, имитатор. Но то, что это не зло, это совершенно точно. Я могу еще долго продолжать, где бы я его мог применить, скажу за себя. Я, получив его на руки, прокачаю эту тему на 100%, можете не сомневаться. Ну, а если будет что-то интересное, буду обязательно показывать. Ну, а сейчас на охоту. Вес сухой горошины из пакета составляет 0,27 грамма. Вес шарика составляет 0,25 грамм. Шарик сделан из экологически чистого материала, он разлагается в почве. Есть такой вид боеприпаса и соответствующий значок на пакете. Очень важный момент. Не несет ли боли и страданий подобный выстрел для животного. Я не стал умничать, я пробую все на себе. По факту, кроме как добавления осторожности зверю, у этой игрушки нет побочных эффектов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Парни, ну давайте потише, а то подпорите. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...